Также Виталий Попов, эксперт и координатор проекта, также эксперт в сфере прав человека и Евгений Голощабов, также эксперт в сфере прав человека. Чуть позже поделятся результатами анализа медиаматериалов, а сейчас кратко о предпосылках проекта. Это четвертый проект, реализуемый медиа-центром, партнерстве с Комодиверсус, направленный на развитие качественной журналистики, повышение квалификации журналистов и продвижение прав человека в СМИ. Полученные во время внедрения предыдущих проектов опыт и знания ситуации показали, что журналисты редко включают правозащитную тематику в свои материалы, не знают, как это делать правильно, где найти экспертов. Эти факторы и определили цели данного проекта. Улучшение свободы слова путем повышения способностей журналистов отражать вопросы прав человека и гендерного равенства. Проект состоял из двух основных этапов. Говорю, состоял, потому что мы сегодня уже находимся на финальной линии. Этапы обучения журналистов и подготовки журналистов к материалам с применением полученных знаний и при поддержке экспертов в сфере прав человека. Материалы, созданные в рамках проекта, журналисты публиковали в своих СМИ. Также они размещаются на интернет-ресурсе медиа-центра, медиа-чентр, пункт МД. В проекте принимает участие 24 журналиста из 12 СМИ, в том числе журналисты-фрилансеры. При отборе участников проекта учитывались в частности такие факторы, как листонахождение СМИ, виды СМИ, гендерный аспект, с тем, чтобы иметь больший охват и разнообразие журналистов, медиа-ресурсов и аудитории. В рамках проекта был проведен анализ материалов подготовленных участников, сравнивая с материалами, включающими правозащитные аспекты, подготовленные журналистами до начала проекта и те, которые они уже создали в рамках нашего проекта. Материалы для анализа предоставлялись самими участниками. Некоторые журналисты не предоставили такие материалы, потому что ранее они не освещали тему прав человека, либо не включали эти аспекты при подготовке своих материалов. Это вторая пресс-конференция, заключительная. На предыдущей пресс-конференции мы подводили промежуточные итоги проекта. Она состоялась в декабре 2022 года. Сегодня мы представим вам результаты исследования, в котором проанализированы материалы, подготовленные и опубликованные уже в рамках нашего проекта. Его цель оценить, как изменились материалы журналистов-участников проекта в результате обучения и коучинга. Также проведен сравнительный анализ результатов двух исследований. Эта информация представлена в докладе, с которым можно будет ознакомиться на сайте организации и партнеров проекта «Медиа-центр» и «Хомодиверсус». Основываясь на результатах исследований, эксперты проекта подготовят три аналитические статьи. Они также будут размещены на наших интернет-ресурсах. Финальным мероприятием проекта относится также встреча за окружным столом для подведения итогов проекта, оценки и обсуждения планов на будущее. Мероприятие пройдет сегодня же после пресс-конференции. В ней примут участие журналисты и эксперты-правозащитники. Я передаю слово эксперту Михаиле Аштих, который представит результаты исследований и ее дополняют эксперты Евгений Голощапов и Виталий Попов.